Но надо разобраться, наказывать или нет. Если ты накажешь не того, тоже за это ответишь. Поэтому наказание, само ощущение, что наказывать, это не злоба, не гнев. Это чувство справедливости, трезвое, спокойное чувство справедливости. Признак того, что Господь вдохновляет тебя на доблесть. То есть это чувство отличается от ненависти, от злобы, от гнева. Ненависть сама по себе часто бывает тоже праведной, но это неправильное настроение, потому что в этом состоянии ты не сможешь победить. Для того, чтобы победить, нужно свое сердце утвердить и успокоить. То есть, когда ты это сделал, то ты точно уже знаешь, что ты сможешь победить, потому что только трезвое сознание является победительным. Сам по себе ненависть, злоба — это суета, это вид суеты. То есть ты не можешь выдержать судьбу, и поэтому ты гневаешься, злишься. Это признак несдержанности. Но если человек знает, что ему нужно сражаться, и при этом он сердце свое утверждает в спокойствии, в силе, то тогда он уже победил. Если ты почувствовал вот эту силу внутри, спокойствие, то ты уже победил. Это признак победы. То есть можно узнать, победишь ты в сражении или нет. Можно. Для этого нужна молитва. Поэтому Александр Македонский — это немножко не тот Александр Македонский, который в Голливуде показывает. Ура! Там из него голубого сделали. Вот, понимаете? То есть это не тот, а настоящий, который спал на земле, который молился перед каждым сражением всю ночь, который как бы верил в отцов своих, из-за которого все солдаты готовы были отдать свою жизнь. Точно так же, как за Суворов. Как работает чувство собственного достоинства у человека, который ведет за собой людей. Вот Суворов знал всех своих солдат по именам. Он их всех обнимал, перед сражением любил. Александр Македонский, он никогда себе ничего не брал. Если есть что-то, он раздавал своим солдатам. Всегда заботился о нем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!